В сети довольно много обзоров и мнений относительно данного микрофона. Я сам довольно скептически относился к бренду, так как он изначально был широко разрекламирован. Многим популярным блогерам их рассылали для рекламы, и такого рода бренды я обхожу стороной, так как по сути хороший продукт не нуждается в громкой рекламе. Переселив себя, я все же решил взглянуть на модель фирмы Blue и лично оценить, что может этот универсальный микрофон. И знаете, я был приятно удивлен и слегка огорчен одновременно. Для начала начнем с комплекта, о котором долго говорить не придется, но по сути есть все, чтобы сразу начать работать с микрофоном. Довольно большая и яркая упаковка, на упаковке информативно и стилизованно указана основная информация об устройстве. Описание работы и много-много разных Yeti. Внутри нас ждет еще одна коробка, в которой надежно зафиксирован микрофон в пенопластовой форме, что исключает какое-либо повреждение. Сверху в небольшой нише видим маленькую книжку с описанием микрофона и его режимов работы. Ниже находится довольно длинный кабель mini USB. Внутри двух половин формы нас встречает увесистый и приятный внешне студийный микрофон Blue Yeti. Штатно микрофон поставляется с подставкой, позволяющей менять угол наклона микрофона. Вариации цвета микрофона также достаточно для любого требовательного вкуса. Каждый сможет подобрать цвет, который будет гармонировать на вашем столе. И уж поверьте, на столе этот микрофон смотрится очень достойно. Микрофон приятно холодит руку, так как полностью выполнен из металла. Сверху видим непрозрачную защитную сетку, под которой явно расположен поролон или что-то синтетическое ля-поп-фильтр. При необходимости микрофон от подставки можно открутить и повесить на стойку. Резьбовое крепление для катуарли находится в нижней части микрофона, но вполне возможно потребуется переходник на меньший диаметр резьбы. Там же внизу расположен разъем mini-USB для подключения к ПК, и разъем 3.5 для мониторинга через наушники или внешние мониторы. Громкость мониторинга можно настроить через регулятор, расположенный спереди микрофона, чуть выше которого расположена кнопка для отключения микрофона. В кнопке имеется светодиодный индикатор, при работе индикатор горит красным. При нажатии на клавишу светодиод мигает, давая понять, что микрофон выключен. Весьма удобно, так как во время стрима, записи подкаста или интервью, бывают моменты, когда нужно отключить микрофон, чтобы другие не слышали происходящего вокруг вас. Обратная сторона микрофона более интересна в плане функционала. Сверху расположен регулятор уровня микрофона, говоря проще его усиление. При максимальном уровне, сидя почти в метре от микрофона, вы можете говорить шепотом, едва различимо. При этом вас будет хорошо слышно, ну а также будут слышны и другие фоновые звуки. Практически все, что происходит вокруг вас, даже то, что вы сами не слышите, микрофон будет улавливать. Далее по органам управления видим четырехпозиционный переключатель направленности микрофона. Blue Yeti, по сути, это универсальный микрофон, который можно использовать для любых условий записи. Интервью, подкаст, конференция и так далее. Благодаря переключателю вы сами выбираете, какой из режимов вам необходим, в зависимости от ситуации. По качеству звука претензий никаких, это как раз именно то, что меня поразило. Разумеется, для того, чтобы получить качественный звук, необходимо снизить посторонние шумы по максимуму, или настроить приемлемый уровень усиления и громкости микрофона. В шумном помещении вы не услышите идеальной тишины на своей записи, но при всем при этом качестве и насыщенность получаемого звука меня приятно удивили. Благодаря использованию трех 14-миллиметровых капсулей микрофон очень чувствительный. Именно несколько капсулей и дает возможность микрофону быть универсальным. Звук очень мясной, насыщенный, глубокий. Высокие низкие частоты в пределах нормы. Меня лично порадовал Blue Yeti, так как за весьма небольшие деньги вы получаете по-настоящему отличное качество записи и просто универсальный микрофон для любых ситуаций. Стельный, удобный и безусловно лучше на текущий момент среди микрофонов, побывавших у меня на руках. Нисколько в плане внешнего вида, а сколько в плане функционала и качества получаемого контента на выходе. Есть, конечно, и ложечка Диоктя, то самое небольшое огорчение, о котором говорил в самом начале. Первое, что заметил, это не совсем качественная обработка внутренней поверхности подставки. Понятное дело, что она расположена на внутренней стороне, но все же это не значит, что если мы чего-то не видим, значит не нужно над этим работать. Это как клеить обои за шкафом, зачем, ведь все равно не видно. Второй мелкий нюанс, это регуляторы, которым не хватает плавности и отзывчивости. Переключатель направленности микрофона тоже не очень отзывчивый, так как он весьма и весьма тугой. Все это в целом не такие уже серьезные недостатки, но по крайней мере работать они не мешают. Но все же сборку и обработку можно было бы сделать качественнее. Относительно работы и качества начинки и претензий никаких. Здесь смело ставлю 9,5 баллов из 10. Качество записи голоса можете оценить прямо сейчас в режиме стерео, так как текущий обзор записан на микрофон Blue Yeti без какой-либо обработки. Пришло время обсудить различные режимы работы направленности микрофона. Гардиоидный режим идеально подходит для записи подкастов, игровых стримов, вокала, дубляжа и музыкальных инструментов. В этом режиме микрофон захватывает источник звука, на который он направлен, подавляя сторонние шумы. Основное направление захвата звука это передняя часть микрофона. Режим стерео, который вы слышите в данный момент, если разумеется смотрите этот ролик в наушниках, прекрасно подходит для записи акустической гитары или хора. И как следует из названия, записывает двухканальный звук. Не программную эмуляцию в виде дублирования дороже, а именно реальное стерео, которое можно записывать только при наличии нескольких капсулей. Направление захвата звука это передняя, левая и правая часть микрофона. Всенаправленный режим снимает звук вокруг себя, что пригодится для записи живых выступлений, подкаста с несколькими людьми или звонков конференции. В двунаправленном режиме, он же режим восьмерки, микрофон записывает звук с двух противоположных сторон. Такой режим хорош для записи исполнения дуэтом или записи интервью, когда микрофон расположен между двумя собеседниками. При этом звуки по бокам микрофона приглушены. Приведу основные характеристики и Blue Yeti. 5 вольт, 150 мА. Частота дискретизации 48 кГц. Используются три 14-мм капсули. Скорость передачи данных 16 бит. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Максимальное значение звукового давления 120 дБ. Габариты с подставкой 120 в ширину, 125 в толщину и 295 в высоту. Вес подставки 1 кг. Вес микрофона 550 грамм. Микрофон Blue Yeti смело рекомендую к покупке за отличное качество звука, за универсальность и стильный внешний вид. Не зря его хвалят, так что по сути есть за что. Ну а благодарность за предоставленный микрофон на обзор выражаю в магазину Pianino Buy, в котором вы найдете большой выбор различных инструментов и аудиооборудования. Все ссылки в описании. Ну а с вами был Евген. Еще понравилось видео, тогда не забудь подписаться и поставить лайк. Всем пока.